Людмила Хитяева, 93 года. Слава к Людмиле Хитяевой пришла после съемок в картинах Екатерина Воронина, Тихий дон, Поднятая целина и Вечера на хуторе Близди Каньки. Актриса Людмила Хитяева стала объектом любви и подражания для многих советских женщин, которые хотели выглядеть, как она. Они делали такую же прическу, покупали такую же одежду и накладывали макияж под Хитяеву. На самом деле в своей обычной жизни актриса обходилась без макияжа. Если бы она только захотела, то смогла бы стать женой самого богатого человека на планете, Аристотеля Анасиса, который был в нее влюблен. Но актриса выбрала себе в мужья обычного доктора. Она была звездой, но при этом оставалась простой женщиной, со своими печалями и радостями. Галина Польских, 84 года. Первое появление на экране для актрисы пришлось на эпизоды в фильмах «Белые ночи» и «Наш друг». Только в 1962 году ей предложили полноценно поучаствовать в съемках. Поэтому дебютом для польских можно считать мелодраму «Дикая собака Динго», в которой 22-летняя Галина сыграла роль школьницы. За всесоюзным успехом фильма последовала романтическая комедия «Я шагаю по Москве», где польских вошла в главный актерский состав вместе с Никитой Михалковым, Алексеем Локтевым и Евгением. Стебловым. В СССР картину Георгия Данели посмотрели 20 миллионов зрителей, а за рубежом пресса назвала ее самой оптимистичной лентой Каннского фестиваля. Ирина Купченко, 75 лет. Ирина Купченко советская и российская актриса театра и кино, народная артист Корсфса. Помимо развития творческой карьеры, ей удалось создать крепкий семейный союз с любимым миллионами соотечественников исполнителем Василием Лановым. Их брак держался на любви и взаимоуважении десятки лет, и разлучить супругов смогла лишь смерть именитого актера. Алиса Фрейндлих, 89 лет. Алиса Фрейндлих – неповторимая советская и российская актриса, чей голос когда-то заставил поверить всех советских людей, что каждая погода – благодать. Она народная артистка Советского Союза, лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Константина Станиславского, обладательница трех государственных премий, двух золотых, масок и четырех ник. Лариса Лужина, 84 года. Несмотря на свою популярность и востребованность, Лариса Лужина совершенно не публичный человек. Она не любит бывать на публичных мероприятиях, все свое время актриса отдает работе и семье. За свою долгую кинематографическую биографию Лужина снялась в десятках фильмов, ее работу оценили многочисленные поклонники, режиссеры и критики. Слава к Ларисе Лужиной пришла после выхода картины «На семи ветрах», где она исполнила роль Светланы. Наталья Фатеева, 88 лет. Наталью Фатееву называют русской Ли Стейла. Голубые глаза и томный голос актрисы проникают глубоко в душу. Ей всю жизнь приходилось доказывать, что за привлекательной внешностью скрывается талант. Героини-артистки, как положительные, так и отрицательные, всегда запоминались зрителям яркими, неповторимыми характерами и необычайной женственностью. Звезда Наталья Фатеевой зажглась на небосводе отечественного кинематографа ярко и стремительно. Актриса сыграла сотни женских судеб, но им было так далеко до драматизма судьбы самой Фатеевой. Вокруг ее имени всегда ходили слухи, но даже и без этих домыслов журналистов в ее жизни и так хватало замысловатых сюжетов, декораций и персонажей. Слава актрисе Наталья Фатеевой пришла после выхода в прокат картины 3 плюс 2. Раиса Рязанова, 79 лет. Раиса Ивановна Рязанова народная артистка РФ, получившая широкую популярность у зрителей разных поколений. За более чем полувековую деятельность в кинематографе ею сыграно порядка двух сотен ролей. Среди самых известных кинофильмов с ее участием оскароносная мелодрама «Москва слезам не верит», документальный проект «Глаз Божий», экранизация трогательной повести Гаврила Троепольского. «Белый бим, черное ухо», в числе наиболее полюбившихся телесериалов «Охотник» и «Все-таки я люблю», «Хорошие руки». В 2005 актриса впервые вышла на профессиональную театральную сцену. Надаль у звезды выпало немало испытаний. Непростое послевоенное детство, невостребованность и безденежье в 1990-х. Но в любой ситуации она не опускала рук и всегда делилась с окружающими своей энергией и позитивом. Произошла страшная трагедия, скончался 51-летний сын актрисы Данила Перов. Боль потери помог ей пережить обожаемый внук Андрей, теперь ее единственная отрада и опора. Тамара Семина, 85 лет. Эта актриса умеет радоваться жизни, несмотря на все трудности и невзгоды, которые уготовила ей судьба. Ее детство было опалено войной, юность пришлась на послевоенные годы, потом была болезнь мужа, с которой она боролась долгие годы и вышла победителем. Тамара Семина всегда улыбается и знает, что все будет хорошо. А еще она с легкостью дарит другим актрисам роли, которые предлагают ей самой. Всенародную любовь Тамара Семина прочувствовала после показа драмы «Воскресенье» и многосерийного фильма «Вечный зов». А фильмография актрисы насчитывает свыше 150 ролей. Валентина Талызина, 88 лет. Каждый год, в преддверии новогодних праздников, мы ждем появления на экранах комедии «Ирония судьбы» или «С легким паром». Эта картина стала символом Нового года и так длится уже более четырех десятилетий. Эта комедия дышит голосом Валентины Талызиной, которая не только сыграла одну из заметных ролей, но и озвучила главную героиню. В фильмографии актрисы Валентины Талызиной сотни работ, любимых и не очень, востребованных или забытых. Первая громкая слава пришла к актрисе после картины «Зигзаг удачи». По мнению критиков, ее работа была настоящим шедевром актерского мастерства. Валентина Титова, 81 год. Валентина Антиповна Титова, российская актриса театра и кино снялась в сотне кинофильмов, много лет играла в театре киноактера, но звание народной или заслуженной артистки не получила. Говорила, что не могла и не хотела за себя хлопотать. Эта на вид хрупкая и застенчивая женщина обладала железной волей и непростым характером. Мужьями Титовой были талантливый кинорежиссер и еще более талантливый кинооператор. С обоими жизнь оказалась не сахар. К тому же у нее долгое время не складывались отношения с детьми. Пожелаем актрисам долгих лет жизни, здоровья и процветания. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok